Вот все хотят, чтобы я оделся чуть круче. Извините, пожалуйста, я не еду туда, где можно было бы одеться чуть круче, потому что я хочу покушать. А если я хочу покушать, я не еду домой и не буду переодеваться. Кстати, чтобы покушать и чтобы недорого, мы вам предлагаем замечательный, просто исключительный вариант. И где мы все это будем есть? А там же, где и раньше ели. Столовая по-домашнему. Вокзальная 110. Телефончик видите, да? 45 2077. Приходите и посмотрите. Знаете, что радует? То, что ко мне вновь обратились. Мне позвонили из столовой по-домашнему и сказали буквально следующее. Возможно, тебя и не любят, но то, что ты делаешь, пользуются спросом. А мне, по сути, не надо, чтобы меня любили, потому что я глаголю истину. Правильнее и грамотнее питаться по-домашнему. Как это делали бабушки и дедушки, как мы это делали папы и мамы. И, к слову, и тогда такими болячками мы и не болели. К слову о том, что мы сейчас едим. Для меня личное правило. Я не ем фритюр. Я не ем жареное мясо, кроме как на углях. И, по сути, я не ем всякие там штуки с гомовой и косяками, присутствующими во всех продуктах, продаваемых сетями. Чуть дольше готовится, но вкуснее. К слову, о столовой по-домашнему. Здесь, по сути, этим и занимаются. Они готовят по-домашнему. Почему сюда приезжаете? Хорошая кухня, это раз, вежливый персонал, два. Ну и в городе сравнительство заведения такого уровня я не находил. Очень прекрасно готовят девчонки. И цена тоже очень даже подкупает. Если на 150 рублей можно покушать на уровне, то, что другие заведения предлагают, в районе 300 рублей. Еще маленький вопрос. Я так понимаю, что вы едите домашнюю пищу. Это домашняя еда? Да, домашняя. Очень близко к домашней еде. Дома не всегда можно приготовить, успеть приготовить. То есть, поэтому очень сильно выручает. И обед, и завтрак обычно здесь. Ормит хорошо, отлично. Я очень довольна. Вот вы бы, наверное, хотели бы то же самое сделать и дома, да? Но, тем не менее, вы пришли сюда. И какой вкус? Ну, дома иногда неохота готовить. Я сюда прихожу, потому что знаю, что здесь всегда вкусно. Очень даже. Я вам не утверждаю, что это дорого. Нет, такого нет. Здесь говорят, мы вас накормим, и вы поймете, что и по-домашнему, и в обычной кухне творятся чудеса, нами не понятые. Зачем вам суши и полусыры, и беконы? Зачем вам колбасы всякие? Ну, зачем? Мы и ранее своими блюдами удивляли многих. Так почему же мы забыли корни? А они-то есть. К слову, о корнях. Мы продолжаем помогать тем, у кого довольно скудная пенсия, причем делаем это бесплатно. Я вас прекрасно понимаю, что вы, в принципе, кушаете домашнюю пищу, правильно? Да. А еще домашняя пища для вас, по-моему, немножко бесплатна, правильно? Да. То есть это хорошо уже? Очень хорошо. Во-первых, готовят здесь хорошо. Я вам скажу. И обслуживают хорошо. И все это здесь на вокзальной, правильно? Ну да, я рядом с домом. Почему бы? Продукты надо донести до дома. Купить, принести. И еще постоять. А не всегда мы можем постоять у плиты, потому что у нас то давление, то еще что-нибудь. Но что-нибудь у нас со здоровьем есть. А сюда пришел, покушал, все хорошо. А вот теперь правило. Вы просто зайдите и посмотрите. Зайдите и поймете, что здесь нету отточенного искусства повара. Простите, наши хозяйки, все мы всегда давали знать, что не только с сыром, с плесенью они вас накормят. Потому что наши хозяйки умели делать вещи вкусные из того, что было. Почему бы и нет? Разносолы, бешеное количество салатов от огорода, супы, а их-то много. А из чего нас кормили? И гуляш, и беточки, и гречка, и пшено, и манка, и пюре. И потом покли всякие. Мы работали и нам удивлялись. Но мы не все забыли то. Конечно, мест таких немного. Но столовая по-домашнему дарит вам аромат нашего детства. Причем вкусный такой аромат. Ну а если вы его и вкусили, то вот вам правило. Все это можно сделать и в вашем офисе, и на даче. Просто позвонив сюда. Ну и дайте мне возможность перекусить. О, теперь про то, что вы хотели его покушать. Это я, естественно, покушаю, и вы все поймете. Тема-то немножко другая. Меня сегодня пригласили и сказали, что, в принципе, здесь могут вам все сделать и на заказ в том числе. То есть сделать растягая торты, булочки. Вы можете заказать. Я вам телефончик в конце концовочки покажу. В принципе, вы и так поймете. И кроме всего прочего, посмотрите, сколько здесь места. Ну, не так, чтобы слишком много было. Но, допустим, свадьбы, банкеты и все остальное здесь делать так же легко. То есть понять-то надо. И где цена-то недорогая? Так вот, цена недорогая здесь. Столовая по-домашнему. И вот, конечно, на улице очень холодно. На улице практически минус 20 градусов. Мы сюда приехали. Я сделал так, чтобы мы не замерзли. Это моя спина. Посмотрите. То есть люди приходят. Люди приходят. Люди кушают. Вот то, что я взял, да? Цена абсолютно небольшая. 250 рублей. Если все это дело разделить. Вы должны прекрасно понимать, как я кушаю. Я по-моему, это не ем. Ммм, какая вкуснятка. Это замечательно. Венегрет. Обалденительная сучка. Так все это дело... Ой, простите. Можно разделить на половину. Цена вопроса. Что? 25 рублей. В принципе, абсолютно недорого. Оптимальный для нашего организма результат то, что мы готовим дома. Это окрошка, это солянка, пожалуйста, это перцы. Ну, вот хотите дома приготовить? Ну, готовьте, готовьте. Никаких проблем нет. Здесь все так же куплено и все так же делается для вас. При этом цена абсолютно не увеличилась. Она такая же, как и была. Ну, вот, соляночка, это немножко дорогое удовольствие. Вот. Ну, почему бы ее не поглушить здесь? Тем более, ну, вы знаете, каким соляночка. А соляночка для меня... Ммм... Вот. Так вот, перчинкой докинем сюда. Вот. Еще раз вам говорю, что для меня есть два показателя, как люди готовят. Первый показатель это солянка, и второй показатель это шашлыки. Ну, извините, шашлыков круче меня никто и не делает. Ммм... А солянка моего уровня находится в столовой по-домашнему. Вот так мы это все сделаем. Я понимаю, что это будет очень-очень вкусно. Вот. Так, наоборот. Итак, разрезаем. Быстренько. Вот так, кушаем. Ммм... Ммм... Очень вкусно. В действительности, очень вкусно. Ммм... Окрошечку. Ммм... Ммм... Ребятишки... Да и не только приходить сюда. И здесь, и здесь, и здесь. И вообще, ну, это здесь. Вы можете сделать то, что смогли бы сделать дома. В общем, качество будет абсолютно одинаковое, потому что это столовая по-домашнему. Теперь вариант другой. Почему мне это нравится? Да потому что я люблю готовить, как и ремонтировать машины, как и снимать. По сути, человек должен стремиться делать многое, и вот вам вариант. Но почему же я вам говорю про столовую по-домашнему? Потому что я понял главную вещь. Если внезапно хочется нормально покушать, то по цене вопроса дешевле не придумать. И качество тоже. Столовая по-домашнему. Хотя бы я бы правильнее назвал место рестораном. Да потому что здесь отдыхаешь. Вот то же самое мне говорят те, кто болеет. Говорят, а какую пищу вы рекламируете? Я говорю, в данном случае я рекламирую только пищу, которую вы можете приготовить дома. Потому что здесь все абсолютно то же самое, что вы хотите сделать. И все это делается для вас. И уж поверьте мне, здесь ничего не жарят. В следующий раз и в следующий момент мы вам все это дело продемонстрируем. Но тем не менее, здесь на вокзале 110 вы приезжаете и кушаете. И при этом цена вопроса. Ну для пенсионеров это естественно бесплатно. Потому что кто же для пенсионера деньги зарабатывает? На вас то же самое не сильно дорогое удовольствие. Кроме всего прочего, вы можете заказать и банкеты. Можно это сделать здесь. Могут вам и на выезд все это сделать. Потом то, что делается и из чего испекается. Тоже пожалуйста, позвоните по вот этому замечательному телефону. Или приедьте сюда на вокзальную 110. И вы поймете результат. Здесь деньги на вас не срабатывают. Уж поверьте мне.